МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе работала экспериментальная творческая лаборатория. Под руководством известного театрального деятеля Олега Лаевского артисты театра играли эскизные спектакли, что называется, с листа и обучали сценической речи и движению педагогов МХАТа и ГИТИСа. Происходящее на сцене провинциальных лабораторий кажется чем-то невероятным. Режиссеры и актеры поставлены в жесткие непривычные условия. У них нет возможности репетировать месяцами. От первого знакомства с текстом до первого показа проходит всего несколько дней. В результате рождается эскиз спектакля со своей особенной энергетикой. График работы лабораторий напряженный с 10 утра до 10 вечера. Перерыв ровно час, чтобы пообедать. Главное предсказуемо, что артисты втернуты очень в работу, активны, и они должны за три дня, за четыре дня сделать готовый спектакль. Для них это, конечно, стресс, для них это серьезное испытание. Но это испытание вновь и вновь омолаживает их кровь и дает возможность раскрыться. Иногда даже для них самих с очень неожиданной стороны. Творческие лаборатории в течение последних полутора лет, наделавшие шуму во многих городах России, часть глобального проекта Московского государственного театра «Наций», которым руководит народный артист России Евгений Миронов. Из 600 российских провинциальных театров треть расположена в малых городах. Театр «Наций» разработал программу, по которой столичные режиссеры, педагоги по различным театральным дисциплинам, театральные критики в течение нескольких дней работают на провинциальной площадке с новым драматургическим материалом. Это такой синтез молодой режиссуры и современной драматургии. И, с другой стороны, это такой очень эффективный экспресс-метод, который позволяет в столь сжатые сроки прийти к тому, что есть замечательные результаты. И, как правило, в каждом театре, куда мы приезжаем, один или два эскиза дорабатываются и встают в афишу театра. Генеральный прогон театрального эскиза молодого режиссёра Светланы Медведева. Юная кошечка Тося живёт на крыше городского дома в Екатеринбурге. И считает, что обладает исключительными вокальными данными, мечтая о карьере шоу-звезды. Нелепая, наивная, провинциальная. Жизнь меняется, как только она встречает фантастическую птицу Феникс. Так рождается лирическая комедия о любви двух абсолютно разных существ. Когда выбирали пьесы для Димитровградской лаборатории, остановились на том, что может зрителю понравиться, взбодрить и спровоцировать. Во-первых, актёры смогли прикоснуться к той драматургии, которая вполне возможно, иначе бы они не соприкоснулись, просто потому что, например, естественно, театру всегда безопаснее выбирать классику, потому что классика – это некий знак качества и некая приманка для зрителей всегда. Когда ты выбираешь пьесу неизвестного широким массам драматурга, это всегда риск. Димитровградским зрителям за неделю показали три экспериментальных спектакля. Получилось остро, свежо и необычно. Какой из эскизов лаборатории войдёт в репертуар димитровградской драмы, предстоит решить зрителю. Татьяна Герман, Александр Абрамов, Вести Ульяновская, из Димитровграда.